здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в уроке photoshop в этом уроке мы посмотрим как делать вот такую неоновую заставку делается это очень быстро благодаря специальному готовому шаблону макапс мы можем изменить абсолютно все любой цвет любую надпись повесить элементы меняются можно заменить фон в общем все что угодно данный шаблон вы сможете скачать на моем сайте ссылочка будет в описании этого видео после скачивания psd исходника вы запускаете его два раза левой кнопкой мыши он открывается через ваш photoshop изначально выглядит он вот так давайте посмотрим что мы здесь имеем а давайте начнем смотреть снизу bg это background то есть глазика мы просто можем отключать и сразу же видеть что у нас отключается то есть если нам не нужен серый какой-то фон это отключается кирпичная стена мы просто сюда загружаем свой background и помещаем на то же место следующий глазик отключаем мы видим это такая какая-то там некая решеточка и давайте сразу начнем вот следующий у нас лимон как редактировать его то есть если нам не нужно мы просто отключаем если нужно заменить там есть свечение есть цвет то мы раскрываем по стрелочке нашу папочку и видим здесь три элемента мы также можем отключать видим что это свечение то есть вы видите глазик отключил отключилась на изображение свечения это у нас smart объект мы можем зайти внутрь слоя данного мы два раза левой кнопкой мыши кликаем по этому слою окей и видим здесь данный рисунок здесь мы ничего трогать не будем мы это закрываем нам нужно поменять только цвет у первого смарт-объекта у нас напротив есть вот такой вот значок вот здесь он находится два раза левой кнопкой мыши по нему кликаем во всплывающем окне здесь есть пример вот желтые свечения и здесь отмечены галочками те инструменты которые активированы тиснение выполнить обводку то есть мы кликаем прямо вот по этому значению видим здесь желтый цвет кликаем по цвету и с легкостью мы можем поменять цвет на другой проверим все остальные варианты есть внутренние свечения также можно кликнуть по цвету поменять также на другой цвет или же выбрать вот здесь градиент также поработать с ним внешнее свечение тоже видим желтый я меняю также на фиолетовый и нажимаем ok и мы видим как у нас лимон стал фиолетовым таким же аналогичным способом меняется любой другой элемент в этом макете давайте теперь отключим то что мне например вот не нужно здесь есть лишние слова здесь кстати прямо глазики помещены цветом чтобы быстрее найти их здесь на нашем холсте то есть вот фиолетовый отключают отключается бар дальше мне нужно отключить вот эти белые буквы да и потом кстати вот тоже видите здесь можно играться отключать всевозможные элементы затемнения то есть вот это у нас дым отключается дым если нам не нужно вот серая область я нашел это у нас белые буквы вот я сейчас отключил и теперь а красные буквы хочу поменять на свои то есть я раскрываю папочку также также мы видим есть 30 смарт-объекта заходим в первый давайте посмотрим у нас выскакивает вот такое окно что у нас нету шрифта такого установлено на компьютере нам это не важно потому что данное слово то есть точнее если мы будем писать по-русски данный шрифт все равно не будет поддерживаться скорее всего мы будем писать здесь своим шрифтом и я здесь пишу свой текст выскакивает окно что такого шрифта у нас нет я нажимаю кей и шрифт автоматически заменяется в принципе я его таким тут и оставлю и пишу свое слово здесь нам ничего больше делать не нужно я нажимаю файл сохранить переходим нашу композицию видим что слово поменялось на федор и теперь также меняется здесь цвет то есть мы сначала глазиком отключаем видим что это свечение второй глазик у нас ничего не дает 3 это тоже красное свечение то есть если мы хотим поменять цвет также кликаем вот на эту пиктограмм очку видим вот здесь в примере красный рамочка до сразу обращаем внимание здесь нас интересует выполнить обводку кликаем цвет оранжевый хотим если заменить цвет выбираем здесь дальше внутренняя тень внутренние свечения красный кликаем по цвету красным и берем тот же цвет внешнее свечение также меняем на свой все очень легко и нажимаем ok конечно здесь нужно проиграть с цветом посмотреть что будет лучше смотреться где-то подубавить потому что здесь у у меня получается слишком ярко мы можем просто зайти убрать это окно чтобы мы видели наши буквы и поиграться например это внешнее свечение если выберем вот здесь ползуночком можно убавить немножко вот вы видите я убавляю прибавляю и вот здесь вот значение сразу меняется да видно насколько здесь стало ярко также можем смотреть внутреннее свечение стоит на максимум но здесь особо как бы результатов нет да скорее всего это внешнее свечение то есть я немножко подубавил и уже смотрится получше нажимаю ok то есть вот так вот легко мы можем подогнать под себя а любой элемент в данном макете обращаем внимание на третий смарт-объект также заходит по пиктограммике убедимся в том что у нас видите здесь тоже есть красный цвет внутреннее свечение также меняем здесь на тот же цвет который вы использовали и также внешнее свечение здесь тоже у нас стоит другой цвет окей вот таким вот образом теперь я хочу заменить слово night я сворачиваю папку ищу слова на это вот глазик отключаю видим отключил слова night также раскрываю папку и здесь у нас все то же самое заходим в первый слой также ругается на то что у нас нет шрифта и меняем здесь текст на свой также выбираю ok меняем текст на свой возможно он у вас будет больше будет не умещаться здесь нужно смотреть выбираю инструмент перемещения дальше файл сохранить вот этот слой нам уже не нужен я его закрою смотрим что слово очень большое здесь можно его подубавить то есть я беру инструмент текст выделяют текст и просто зажимали его кнопкой мыши буковку т наверху в панели и влево оттягиваю таким образом уменьшается размер если удобно вам можете уменьшить размер здесь соответственно буквы улезают вниз я беру инструмент перемещения и стрелкой на клавиатуре зажатым шифтом чтобы двигать быстрее поднимаю текст выше файл сохранить и опять же видим до зеленые стрелочки здесь у нас закрываются нашим текстом здесь нужно значительно уменьшить размер ну и вот что получилось у меня конечно же я не буду в рамках данного урока показывать абсолютно каждый элемент как изменять потому что в этом нет смысла все остальные элементы меняются по аналогии и теперь сохранение да а если хотим сохранить в хорошем качестве выбираем файл сохранить как далее мы выбираем здесь формат например jpg сохранить и в сплавающем окне качество 12 и наилучше и окей если мы хотим сохранить для интернета для сайта нам нужно изображение оптимизировать для этого мы выбираем файл экспортировать сохранить для веб и здесь уже выбираем jpg качество очень высокое качество 80 или формат png если мы отключаем задний фон png 24 на этом данный урок закончен если для вас он был полезным поддержите меня лайком и подпиской на канал на этом здесь все и до нового видео если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok